Посмотрите, чтобы я был, знаете, как в тот раз, да, помните? Давайте. Ария Кришна. Ария Кришна. А еще поближе садитесь, Ващнава. Ну что вы так далеко, вас не видно даже. Вы боитесь, да, что я буду прыгать. Все, да, идет запись включенная. Включить запись, да, надо включать. Уже идет, ну и слава Богу. ОМ НАМО ВАГАВАТЕВА СУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАГАВАТЕВА СУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАГАВАТЕВА СУДЕВАЯ ОМ НАМО ВАГАВАТЕВА СУДЕВАЯ Мы читаем Шимад-Бхагаватам, 11-я песня, 3-я глава, 30-й текст. ПАРАСПАРАНУ КАТХАНАМ ПАВАНАМ БХАГАВАТЬЯША МИДХОРАТИР МИДХАСТУШТИР НИВРИТИР МИДХАТМАНА ПАРАСПАРАНУ КАТХАНАМ ПАВАНАМ ОЧИЩАЮЩЕЙ БХАГАВАТЬ О ВЕРХОВНОМ ГОСПОДЕ ЯША В СЛАВИ МИДХАХ ВЗАИМНОЕ РАТИ НЕЖНАЯ ПРИВЯЗАНОСТЬ МИДХАХ ВЗАИМНО ТУШТИХ УДОВЕТВОРЕНИЕ НЕВРИТИХ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МАТЕРИАЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ МИДХАХ ВЗАИМНО АТМАНАХ ДУШЕЙ НУЖНО ОБЩАТЬСЯ С ПРЕДАННЫМИ ГОСПОДА, ОБСУЖДАЯ И ВОСПЕВАЯ ЕГО СЛАВУ Этот процесс наиболее очистителен. Развивая личные взаимоотношения, преданные обретают счастье. Так вдохновляя друг друга, они избавляются от материальных страданий. Как замечает Шила Шидхара с вами те, кто в значительной степени развили в себе сознание Кришны, не должны завидовать друг другу или затевать ссоры. Оставив все эти мирские привычки, они должны собираться и воспевать славу Верховного Господа. Это поможет им очиститься. Шила Вишванатха Чикаравархи Токур напоминает, что прославление Верховного Господа обладает особой силой, когда в этом участвуют чистые преданные. Когда преданные погружаются в Санкиртану, воспевание вместе славу Господа, они испытывают высочайшее трансцендентное счастье и удовлетворение. Тем самым они побуждают друг друга отказаться от материальных удовольствий, основой которых являются недозволенные половые отношения. Преданный обратится к своему другу. Я вижу, ты отказался от чувственных насхождений. Раз так, то с сегодняшнего дня я тоже перестану заниматься всем этим. Следует учиться тому, как усиливать свою любовь к преданным, как доставлять им удовольствие и как отказываться от объектов чувственного восприятия бесполезно в служении Кришне. Кроме того, нужно пытаться воспринимать всю Вселенную как инструмент для служения Господу. Привязанность к объектам чувств исчезает сама собой, если использовать эти предметы в служении Кришне. А проводя все свое время в кругу преданных, можно испытывать всевозрастающий трансцендентный экстаз, если обсуждать с ними Шримад Бхагаватам и Бхагавангиту. Поэтому всякий, кто хочет избежать соблазнов Майи в виде чувственных насхождений, должен постоянно общаться с чистыми преданными Господа, которые слушают исключительно повествования о Господе, славят только Господа и выполняют на земле только Его миссию. Продолжение следует... 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 Но даже в деревне мы обнаруживаем, что не так-то просто очистить наше сердце. Потому что как только, ну пока сидишь один в комнате с природой, с природой смотришь в окно, природа, хорошо. Но как только мы соприкасаемся с другими живыми существами, особенно с людьми, в этот момент и проявляется наш реальный духовный уровень. Потому что мы можем знать философию, мы даже понимаем, хорошо, нехорошо. Но как только Кришна, а ведь если мы принимаем Кришну Богом, это значит, что это Кришна устраивает различные ситуации в нашей жизни. А вы думаете, кто? Неужели Пушкин? Нет. Верховная Личность Бога следит за всем. И то, что происходит в нашей жизни, эти люди, эти коровы, эти комары, вот эти пчелы, собаки, они появляются в нашей жизни с санкцией Верховной Личности Бога. Это означает, что мы, как мы реагируем, он устраивает это. И в этот момент, когда мы соприкасаемся, особенно с людьми, в этот момент мы можем проверить реально, насколько у нас есть сознание Кришны. И можно проверить, как я реагирую на людей. Человек так вот на меня посмотрел, подозрительно. И что рождается в моем сердце, как, что там, что происходит. Я вдруг обнаруживаю, что в сердце оказывается много всего нехорошего. И потому, как люди реагируют на нас. Я, может, думаю, что я хороший человек. Видите, хороший человек. Вы думаете, я плохой человек? Но почему-то странно люди на меня реагируют. На меня такого хорошего человека. Они почему-то хотят бросить гранату. Почему-то. Почему они так вот смотрят на меня. И как-то вот с такой ненавистью на меня смотрят. Но я же не виноват, понятно ведь. А как так получилось? Понимаете, да? То есть потому, как мы реагируем на людей. И потому, как люди реагируют на нас. Мы можем понять, насколько наше сердце чисто от грязи. И, к сожалению, обнаруживаем, что не так-то легко, даже живя в деревне, с этим замечательным климатом, дождливым, с чистой природой, с воздухом. С хорошей здесь атмосферой. Но даже в этой атмосфере, даже в Гималаях. Помните, история была про двух гималайских жителей. Один жил в пещере. Там вообще даже цивилизация, даже местная цивилизация, там интернета вообще не было. Ни электричества, ни интернета, ни машин. Там чистая благость олицетворенная. Гималай. Человек жил много лет в пещере, занимался медитацией. И тут решил сходить немножечко в паломничество. И написал, нет, ничего не написал, но имелось в виду, что эту пещерку никто не займет. И 10 лет путешествовал, 10 лет. И через 10 лет он возвращается, а в этой пещерке уже кто-то поселился. Потому что среди святых, среди йогов такое правило, что нет ничего своего, то есть я попользовался, кто-то другой попользовался, и нормально. И он приходит, там уже кто-то есть, а это было его любимое место. Он стучится туда и говорит, ты чего это, в моем месте поселился. И так они стали припираться, потом, как обычно, пошли аппаратки, проклятия, друг друга проклятия. И тот проклял его, тот, кто сидел там в норе, в этой пещере, он сидел, он проклял его, говорит, ты шипишь, как змея, так ты будешь змеей. В следующей жизни он родился, как кали. А тот, я не помню, он, по-моему, ворона родился или что-то такое. Понимаете, даже в Гималаях, там все чисто, все здорово должно быть. Но даже там, когда люди вступают во взаимоотношения, вдруг проявляется, что там очень много мути. И говорит нам, что до Прабхупада есть очень знаменитая, известная его фраза, что величие человека, реальный уровень человека, измеряется в том, насколько он может терпеть. Вот эти провоцирующие ситуации, то есть мы встречаем с людьми, с шумом, это провоцирует нас, провоцирует нас, а в нашем сердце провоцирует какую-то муть. Эту муть называют, в Священном Писании, шестью врагами. И сила человека, по-настоящему сильный человек, это не тот, кто с большими мышцами, или не тот, кто, я не знаю, может кричать громче всем. Нет, сила человека с духовной точки зрения определяется на том, насколько человек может терпеть, не давать хода этим врагам. И когда мы говорим терпеть, сейчас мы поговорим об этих врагах, и когда мы говорим терпеть, это не значит, что он вот так вот, сжав зубы, терпит. Нет. Это когда он не только не дает им хода, он продолжает вести себя так, как хочет Кришна. В этом же идее, в бхактии. То есть, как бы трудно ни было, человек продолжает выполнять то, что просит Кришна, и ведет себя так, как Кришна просит. Может быть, мне не нравится этот человек. Знаете, я смотрю на него, и внутри у меня враг появляется. Злоба. Ненавижу этого человека. Ну, такая вот вещь может появиться. Но сильный человек, сильный преданный, он останавливает этого врага. Потому что этот враг заставляет... Чем плохо этот враг? Он же заставляет нас поступать определенным образом. И если мы поступаем так, как этот враг говорит, так в чем же наша преданность? В чем же наша преданность? Мы просто марионетки в руках этого ума, который генерирует шесть этих врагов. И сильный человек, или сильный преданный, это великий преданный, это тот, кто может терпеть эти вещи. Терпеть и продолжать делать так, как хочет Кришна. Вот это величие, в чем проявляется человек. И шесть врагов мы все знаем. Это Кама, Родха, Лобха, Мохаммада, Мацарья. Мы встречаемся в какой-то ситуации. Черешня. Черешня перед носом. И сразу же возникает вожделение. Надо съесть. И прям такое сильное желание. То есть сидел человек, давал лекцию, никого не трогал. Появляется черешня. Вот там вот вносят черешню. И человек просто прыгает туда. Все, уже не видно его. То есть он туда прыгнул. Говорит, а как же лекция? Какая лекция? Черешню дают. Понимаете? Это называется вожделение. То есть человека этот враг просто берет и заставляет делать то, что он не планировал. Вот это Кама. И терпеть эту вещь, терпеть эту вещь, нужны силы. Кама, кротха. У всех у вас есть опыт, что порой вот тоже вот как-то вот разговариваешь с человеком и чувствуешь, чувствуешь, что начинает что-то подниматься. И вначале даже как-то соображаешь. Ой, надо уходить. Помните? Помните, Маджи? Знаете, да? Надо текать. Ну, как-то нет. Ну, все-таки он не прав. И потом это поднимается настолько, что просто вы уже перестаете что-либо соображать. И просто несколько слов под влиянием гнева может разрушить не только жизнь одного человека, целые общины, цивилизации. Просто какой-то правитель что-то сказал в микрофон. И кто-то нажал уже на кнопку. И все понеслось. Понимаете? То есть просто несколько мгновений в гневе под влиянием этого врага. И человек разрушает себя, разрушает своих отношений с близкими людьми, отношения с другими вайшнавами. Деревни разрушает. Страны. Да? Представляете? Просто немножечко человек не хватило сил. Кама, кротха, лобха, жадность. Жадность. Но, знаете, всегда мало. И когда человеку мало для того, чтобы было больше, он готов поступиться своей честью. Он готов брать какие-то взятки. Он готов что-то там мухлевать. Он готов обманывать. Да? Он готов предать другого человека. Просто ради денег. Просто ради того, чтобы у него было немножечко больше очков. Каких-то. Каких-то бонусов у него было больше. И последнее, там еще два, но есть также мацария или злоба. Переводят как зависть, но больше это злоба. Просто злое чувство к другому человеку. Давайте просто не нравится. Что не нравится? Да просто не нравится. Просто этот кот, этот кот мне не нравится. Что-то он перешел мне дорогу. Черный кот перешел дорогу. Не нравится он мне. Просто вот такое злое чувства. Нет. И оно может иногда быть резким таким. Иногда просто, знаете, пренебрежение этим человеком. Иногда просто какое-то нейтральное безразличие. Иногда будет он быть очень острым. Просто вижу этого человека. Знаете, прохожу, вот он заходит. И у меня это чувство так больно прям. Так и хочется сразу это чувство. Хочется, чтобы я его проявил. Чтобы я сказал об этом в речи. Чтобы я что-то ему подвинул. Чтобы он сел на это. Мимо, я не знаю. Понимаете, да? И вот эти шесть врагов, они выползают, как змеи из нашего сердца. Знаете, просто с людьми соприкасаемся и выползают, такие шипят, как эти змеи у горгоны. И тут мы понимаем, живем в деревне вроде, все спокойно, гуна благости. А эти змеи не уходят. Потому что не так-то просто. Одной гуна благости змеи не убьешь этих. И надо что-то более могущественное. И сила. Откуда взять эту силу? Для того, чтобы можно было бы убрать это. Чтобы это можно было бы терпеть. Не давать этому ходу. Ведь можно как-то притворяться, говорить о своей продвинутости. Но по факту же этого нет. Что делать? Можно как-то жить много лет. Много десятилетий жить. Но кому надо, Ну вот это искусственная, какая-то ритуальная практика духовная. Хочется же какого-то эффекта. Хочется реально сердце, чтобы очистилось. Потому что когда сердце чистое, в чистом сердце может быть увиден Кришна. Если сердце не чистое, мы можем придумывать там свои какие-то фантазии, что я с Кришной, я его чувствую. Ну как я его чувствую, если там змей? Кришна на лотосе. Иногда на змеи он танцует, да. Но в основном он на лотосе, поэтому лотосные стопы, да. Итак, откуда взять силу? И вот этот текст, который мы прочитали с вами, он говорит о том, что очень очищающе. Здесь написано, мы видим в санскрит, Паванам Бхагават Яшах. Паванам означает очищающее. Очень сильно очищают. Каков процесс очищения? Просто закрыться в своей келье, просто на природе. Здесь ни об этом не говорится. Это не поможет. Он у тех ребят, йогов, не помогло. Прокляли друг друга. Все равно змеи остались. И Шила Прабхупада дал нам эту практику, дал нам этот метод. Называется Бхакти-йога. Научил нас этому. И эта практика преданности Кришне, Он говорит, в Бхагавадгите Кришне говорит, дайве хешагуна маи мама мая дуратяя ма мэва е прападянте мая мэтам таранте и не думайте, что это легко, Он говорит. Очень сложно преодолеть эту маю, эту материальную энергию этих змей, которые, знаете, там норы прорыли в сердце. Вы так смотрите на нее, а там норы в сердце. Вот как грибы, когда они перестояли, там эти живут существа. Вы же ходите за грибами, да? Вы видите там эти грибы, и вот это сердце, оно вот так изъедено вот этими змеями. Они там живут просто. Вот оттронете, они выпадают, шипом оттуда выходят. И теперь, что с этим сделать? Кришна говорит, очень трудно преодолеть мою энергию. Но если человек предается мне, если он начинает зависеть от меня, и что означает предается Кришне? Предается Кришне означает, что человек говорит, Кришна, я от Тебя завишу, пожалуйста, помоги мне. Я буду делать то, что Ты хочешь. Я хочу делать то, что Ты хочешь. Если не будет Твоей милости, если Ты мне не поможешь, то мне никто не поможет. Вот это преданность. То есть признание своей полной зависимости от Кришны. Только в этом случае Кришна вмешивается в нашу жизнь по-настоящему. Потому что когда человек не предается, когда он думает, что я и сам разберусь. Почему он думает, что он сам разберется? Потому что я сам умный. Знаете, у меня три высших незаконченных образований. Понимаете? Так что я непростой человек. У меня деньги есть, даже на тысячу рублей. Да? Американских. У меня таланты есть. Я могу просто взглядом прожигать дырки в умах других людей. То есть какие-то таланты. И человек начинает сами того не знаем. Мы полагаемся на эти вещи все. Мы полагаемся на эти вещи. Поэтому когда мы повторяем Харе Кришна мантру, вы вспомните, о чем мы часто думаем, когда мы повторяем Харе Кришна мантру. О тех вещах, которые я буду делать для того, чтобы быть счастливым. То есть я думаю о том, как у меня вот это надо сделать, как я вот это смогу сделать, как я вот это смогу сделать. И я вот с этим справлюсь. И вот этот мой враг, я убью его. Ну как нам говорит 16 глава, 16? Да, 16 глава Боговагиты. Я с этим справлюсь, и справлюсь еще с этим, и с анархами, и со змеями этими справлюсь один. И вот эти мысли, обратите внимание, все эти мысли, я сам вот это сделаю, вот это сделаю, вот тут надо об этом побеспокоиться, тут надо вот это все вот наладить. Это все человек рассчитывает на свои силы и думает о своих силах, о том, как с помощью своих сил он чего-то достигнет. Но, к счастью, бывают такие ситуации, когда наши силы нам не помогают. К счастью. Может быть, не так часто, но такое бывает. Приходите к врачу, он говорит, «Ну, батенька, собирайтесь на тот свет. А может быть, вот эти таблетки? Ну, может быть, можете попробовать. А вот это, да, и это попробуйте, но вам ничего не поможет». И вот в этот момент, когда человеку ничего не поможет, у него выхода нет, или вдруг, знаете, вы идете по лесу, и тут выходит медведь. Тут живут у вас медведи, кстати. Знаете, да? Я видел, да, следы. Слава Богу, только следы. Но он где-то был рядом, в Дальменах, там где Дальмены, в этом городе Дальменов, там были следы. Мы с кем? С Хануманом шли. Он говорит, «А это вот следы медведя. Недавно здесь был. Они быстро бегают, они могут залазить на деревья». Да, человека быстро могут догнать. Вот так вот рассказывают мне, как будто, знаете, мы кота увидели. Я говорю, «Может, там домой как-то?» Да, его еще ружье не убьет. Только разодорит его только. Понимаете, да? И вот вы выходите в лес, по ягоды, да? И тут неожиданно выходит медведь. И вот в этот момент, понимаете, никто, никто во всех трех мирах вам не поможет. И вот вы, представьте, вот когда джаппу будете читать завтра, представьте, что пришел медведь. И с медвежатами еще страшнее. О них там много пришло, много медведей вокруг. И они вот так вот вас окружили и сейчас будут есть. И вот в этот момент едят, едят, они едят. И людей едят, да. И когда они вокруг вас собрались, вот вы только представьте, я сейчас не шучу, просто вот нам, чтобы мы вот как-то, до какой-то степени, до нас дошло, я по себе вот знаю, надо представить какую-то вот такую ситуацию, экстремальную. На самом деле мы все время в такой ситуации находимся. Но по глупости своей считаем, что вот это мне поможет. Вот тут у меня, в принципе, еще сухари есть. Вот здесь у меня вот что-то есть. Вот тут вот как бы все нормально, в принципе. Продержимся еще полгодика. Но вот чтобы вот так не было, из-за этого мы не можем нормально повторять мантру. Говорит царица Кунти в своих молитвах, что люди не могут к себе обратиться из-за того, что они считают себя богачами. Они, ты богатство материально нищих, то есть те, кто не считает своим что-то, поэтому они всегда ищут прибежище. А из-за того, что они владельцы, умельцы, дельцы, да, то они не могут нормально повторить Харе Кришне. И что в итоге? Человек не практикует бхакти, не обращается вот так к Кришне. И какие тогда результаты? Сердце же не будет очищаться. Воздух чистый же не поможет. Он поможет немножечко для здоровья. Ну на годик больше проживет. Ну на два может быть. Ну даже на десять. Ну и что? Змеи-то не уйдут. Не уйдут они никуда. И единственное, что может помочь, это когда человек вот так вот с преданностью, с преданностью, с зависимостью. И это универсальный принцип. Это не только у нас в Харе Кришне такая вещь работает. Это работает в любой религии. Это любому человеку доступно. Если человек вот так вот беспомощно обращается к верховному существу, к Богу, он сразу же вмешается в его жизнь. То есть я избавлю тебя от всех последствий и грехов, от твоих анарпа, от этих змей. Все просто зависит от меня. Когда человек говорит, не хочу от тебя зависеть, буду зависеть от своих мозгов, но тогда мозги насколько могут тебе помочь, настолько помогут. Вот это вот важное, еще раз преданное. Я себе проповедую, вам проповедую, нам проповедую, что мы не практикуем. Если мы не практикуем, это во время, по крайней мере, Хари Кришны, когда мы поем, когда мы обращаемся к Кришне, то чего ждать тогда? Тогда не будет эффекта происходить. Тогда не будет никаких ощущений, ничего не будет. И это кажется простой вещью, но на самом деле это можно делать только в обществе вайшнавов. Только в обществе вайшнавов. У тех вайшнавов, в обществе тех людей, у которых есть вера, что к Кришне можно обращаться. Вот с обычными людьми, вот тут у вас тоже, в основном не обычные люди, но если с обычными людьми вы посречаетесь и скажете, ну давайте, вдохновите меня обратиться к Богу. Что они вам скажут? Бога нет. Бога нет. Гагарин летал в космос, его там нет. И получается, что с обычными людьми вдохновиться на преданность Богу, тем более на чистую преданность, на чувство вот этого вот шаранагати, человек просто не может. Единственное, кто может ему в этом помочь, это вайшнавы. Вайшнавы, что делают вайшнавы? Вот как раз этот комментарий, вот этот стих, который мы прочитали, он как раз и говорит об этом. Он говорит, зачем нужна общество, зачем вообще преданные живут вместе? Зачем они вместе живут? Вот как раз за этим. Для того, чтобы помогать друг другу, помогать друг другу, увеличивать веру и вдохновлять друг друга на попытки предаваться Кришне. Вот другой какой-то причиной жить вместе, байшнавы, ну нет. Ну то есть можно там как-то, ну понятно, там выживать легче, ну как-то социально, ну при чем тут преданность? Можно и скорми так жить, в конце концов. Но преданные, как раз в этом-то их и прелесть, что они могут делиться своим опытом, своим вдохновением. И когда нам не очень так как-то просто, они могут вдохновить нас обращаться к Кришне. И давайте мы пройдем по комментарию этого стиха и помедитируем. Здесь много наставлений нам дают. Вместе разберем. Комментарии. Как замечает Шила Шидхара с вами, те, кто в значительной степени развил в себе сознание Кришны, не должны завидовать друг другу или затевать ссоры. Оставив все эти мирские привычки, они должны собираться и воспевать славу Верховного Господа. Это поможет им очиститься. Здесь говорится, что зависть и споры это мирские привычки. То есть я понимаю неофиты. Неофиты, которые только недавно пришли к преданным, у них нет сил никаких, они просто ничего не могут с собой сделать, они затевают ссоры и завидуют. То есть это нормальное явление, потому что в материальной жизни это классика. Это классика. То есть так все живут. там поссориться, там сказать, вот почему у него так, а почему не так. Это классика. Так вот, ну, люди на этом, как-то это развлечение для них. Но и неофиты могут это делать, но взрослые преданные же, они так не делают. Взрослые преданные так не делают. Ну, вот так не должны делать здесь написано. Взрослые преданные, у них есть силы, чтобы этих змей не давать этим змеям ходу. Но если это не нужно, знайте, что это нормально, считайте, что это нормально. Завидовать и затевать ссоры, это нормально. А что я могу сделать? А что он? Знаете, классика такая, я вышел как-то в пионерлагере, в пионерлагере где-то 35 назад. А вышел как-то на улицу и смотрю, где-то тапочек нет моих. Я говорю, а где мои тапочки? И через какое-то время прибегает мальчик в моих тапочках. Говорит, ты зачем взял мои тапочки? А что я? Мои тоже кто-то взял. И вот это вот, вот это вот, а что я? Я же, вот он первый. Вот это все неофитство. Это все просто неофитство, махровое. Что значит, он первый. Здесь написано, что те, кто в значительной степени развил себе сознание Кришны, не должны завидовать друг другу и затевать ссоры. Но не должны. И даже если кто-то, то при чем тут ты? Не должны просто. Вместо этого они должны собираться вместе. Здесь говорится вместе собираться. И что должны делать вместе? Да, они должны вместе собираться, чтобы воспевать славу Верховного Господа. Каким образом воспевание славы Верховного Господа очищающе влияет на наше сердце? Каким образом это работает? Во-первых, когда преданные собираются вместе, они читают Бхагавадгиту и Шримадбхагавад. И о чем нас учат Шримадбхагавада? Чтобы завидовать и ссориться с другими Вайшнавами. Правильно? То есть, прям там так и написано. Надо ему дать в нос. Очень хорошая вещь. И вот надо сплетни распространять. Нужно плохо говорить о Вайшнавах. Вот прям так вот в Вайшнавах это мы написаны постоянно. Одни истории про это. Или нет? Есть, да. И там, конечно, это вдохновляет. Говорит, вам тоже так надо поступать. Нет. Там другая тема. Там вообще другая тема. Там говорится о том, что нужно быть чистым, преданным. Что нужно служить Вайшнаву. Потому что Вайшнавы очень дороги Кришне. Кришна любит своих преданных. Преданные любят Кришну. Они служат друг другу. И когда мы читаем Шримадбхагаватам, если это делается с таким вниманием, с верой, с чувством, то какое возникает чувство, когда люди так делают. Что им хочется после этого, когда они слушают Шримадбхагаватам? Ну, как-то хочется быть преданным. Вот если мы послушали Шримадбхагаватам, может быть, я еще не стал преданным, но хотя бы мечта такая появляется. Кришна, ну когда же я стану преданным? Или нет? Ну, есть мечта такая? Но вот если не читать Бхагаватам, она будет поддерживаться этой мечтой? Нет. Поэтому люди приходят и читают Бхагаватам. И если кто-то это делает с верой, то это еще сильнее помогает. Люди читают Бхагаватам, слушают эти истории, которые все пронизаны духом преданности. мы вспоминали позавчера эту историю про Ранти Девы, ну когда на Бхагаватам, про Ранти Дева. И когда люди приходили, страждущие, приходили к нему, у него был такой обед, что он, ну гость для него, он райна. И кто бы ни приходил, он угощал, он 48 дней, ничего не кушал. Пришел какой-то браман, он накормил этого брамана, потом пришел какой-то еще человек, Шудра, он накормил этого Шудру, потом пришел человек с собаками, он отдал ему все этим, собакам, они выпили все, вылезали просто. Ему ничего не осталось. Пришел еще какой-то человек и попросил у него полстакана воды осталось. Он попросил у него воды. И он понимает, что если он отдаст сейчас эту воду, он умрет. Он умрет. Все, это смерть. Вот смерть пришла. Вот у него выбор стоит, такой мощный, сильный человек. Змеи говорят, оставь себе, ты что, ты же умрешь. А он говорит, нет, Нарайана, Господь, это же Господь проявился таким образом. Он отдает эту воду, он понимает, что он умрет, и он говорит, Господь, устрой, пожалуйста, так, что где бы и когда бы я не родился, чтобы я рождался в этом мире, среди страждущих людей, чтобы я мог утолять их стражду, чтобы я мог за них страдать, потому что я знаю, что ты не хочешь, чтобы они страдали. Ты хочешь, чтобы они вернулись в духовный мир. И он шел на такую жертву, он такое благословение попросил. Когда слышишь такие истории, думаешь, ну, Господи, может быть, как-то люди же счастливы от этого. И вот когда слушаем Шимадбхагава эти истории, эту философию, рассказывающую об этом, у человека возникает вдохновение и мечта стремиться к этому. И когда после этого преданные поют Харе Кришна, то в каком настроении поют Харе Кришна? Вот в этом как раз настроении. И когда человек слушает эту катху, его сознание очищается, то есть у него появляется вдохновение быть преданным, у него появляется мечта быть преданным. Не как эти змеи говорят, а как Кришна хочет. Это уже очищение. И когда он в этом чистом, или, по крайней мере, в очищающем сознании обращается к Кришне в киртане, то нет ничего более чистого, чем это. Нет ничего более чистого, чем это. Никакое проживание на горах, да, в горах не поможет так очиститься. Ни за миллионы жизней в свежем воздухе не поможет. Змеи так и останутся. Просто может там, знаете, спрячутся на дно, в тину. И вот это то, что здесь говорит нам в комментарии, что человек вместо того, чтобы ссориться и завидовать друг другу, лучше собираться и медитировать, размышлять о хорошем, о чистом Бхаксе, читающем от Бхагаваты, о Бхагавадгиту, и потом воспевать Харе Кришна мантру, наслушавшись об этих вещах. Нет более очищающего процесса, чем это. Дальше пишет нам в комментарии. Шилови Шмонадчик Равартида Кур напоминает, что прославление Верховного Господа обладает особой силой, когда в этом участвуют чистые преданные. Есть две крайности. Одна крайность, Ваишнавы говорят, я буду слушать только чистого преданного, чистого, ну прям чистого-чистого, вот когда он приедет из Америки, чистый-пречистый, преданный, вот Гурудев, когда приедет, вот только таких людей я буду слушать, вот только таких людей. Другая крайность говорит, так у нас тут есть свои, зачем нам кого-то еще, ну приехал, у нас свои есть, нам никто не нужен, мы сами с собой будем, Кришна Кадху рассказывает. Хобби крайности неправильны. Конечно же, когда мы собираемся, вот кто, друзья, там, как-то, кто мы вместе живем, кому интересно, да, когда мы собираемся, то мы читаем Кшимадвагаву, там, с комментарии Шилы Прабхупады. В этот момент мы не общаемся друг с другом, потому что если вы будете со мной общаться, я вам буду рассказывать про котов, про собак, про еще что-то такое, да, про природу, про черешню, это не сознание Кришны. Но когда мы читаем комментарии Шилы Прабхупады, в этот момент мы не общаемся друг с другом, мы общаемся с чистым преданным. Если мы, как бы, основа нашего разговора, основа нашей Кадхи, это Шилы Прабхупады, его комментарии, в этот момент мы с чистым преданным общаемся. Поэтому, когда мы вместе, мы обсуждаем книги, мы понимаем, да, что мы общаемся со Шилой Прабхупадой в этот момент. Насколько мы понимаем, насколько мы можем разобраться в этом. Когда же есть возможность, когда же есть возможность послушать того, кто больше понимает, когда есть возможность послушать того, кто больше понимает комментарии Шилы Прабхупады, больше понимает и больше вдохновлен на сознание Кришны, то это просто глупость не пользоваться такой возможностью. Потому что мы не сможем купить веру ни за какие деньги. То есть, мало ли, я читаю те же книги, какая разница, он же прочитает то же самое, что я могу прочитать. Конечно же, он прочитает то же самое, но веры и вдохновения там будет больше. Я сижу со своими змеями и думаю, что-то как мне плохо. Так оно и будет всегда плохо. Потому что вот твоей веры не хватает. А пойти к человеку, у которого больше веры, так тебе же легче станет. У тебя будет больше вдохновения обратиться к Кришне, а это означает, что змей будет меньше. Поэтому здесь нам советуют, если есть возможность, обязательно нужно пользоваться, послушать людей, которые более вдохновлены на сознание Кришны. Силы такого воспевания, силы такой катхи становятся больше. Еще один абзац комментариев. Когда преданные погружаются в Санкиртану, воспевая вместе славу Господа, они испытывают высочайшее трансцендентное счастье и удовлетворение. Тем самым они побуждают друг друга отказаться от материальных удовольствий, основой которых являются недозволенные половые отношения. То есть человек, но если вкуса нет, понимаете, вкуса нет, ну счастья нет, говорит, откажись. Ну как я от чего-то откажусь? Что у меня взамен будет? Ну как отказаться от черешни, от недозволенных половых отношений? Как от этого отказаться? Это же невозможно. Говорит, ну ты чувствуешь счастье? В Киртане? Нет. Ну тогда у тебя шансов нет. Ну тогда, ну что взамен? Но счастье, и особенно какой-то эффект от нашей духовной практики, он будет, если там есть это настроение, чистое такое зависимости, предание. Если мы с преданными, здесь говорится, если преданные вместе вот так вот, наслушавшись, искренне вдохновив друг друга, поделившись своим опытом, что знаете, это правда все, Кришна по правде есть, он отвечает, он помогает. Когда они вот так вот вдохновились, и в этом состоянии поют Киртан, то тогда будет эффект. И когда будет эффект, то человек, естественно, будет отказываться от тех вещей, которые мешают ему прогрессировать. У других нет вариантов просто. Не обязательно, что этот эффект во время Киртана, что какое-то счастье невероятное. Счастье невероятное, когда анархи уйдут, когда все змеи передохнут, вот тогда, да, тогда Шубада, Мокша, Лагута Крит, и потом Шри Кришна Каршани, все эти три вида счастья, три вида счастья придут к такому человеку постепенно. Но даже, если человек просто искренне старается, вот по правде, то приходит такая вещь, как мудрость, приходит такая вещь, как чистота сознания, приходит такая вещь, как увеличение веры и интереса в духовной практике. Это все признаки того, что Киртан и воспевание было удачным. Но оно никогда не будет удачным, если сам с собой, со своим умом просто. Но когда преданные вдохновляют, мы заряжаемся этой верой. И самое большое служение другим вайшнавам это делиться своим верой в Кришну, вдохновлять друг друга на то, чтобы дать какой-то пример своим поведением, своим сознанием, преданностью. Это круто, это здорово. И вот когда преданные погружаются в Санкиртану, воспевая вместе славу Господа, то они тогда могут отказаться от материальных удовольствий. Преданный обращается к своему другу. Я вижу, ты отказал сочувствуемых восхождений. Раз так, то с сегодняшнего дня я перестану заниматься всем этим. Вот так они вдохновляются. А не то, что он пришел, посмотрел, что преданный весь уже что-то такое вот, знаете, у него уже все что-то такое вот, лезет, эти змеи отовсюду, со всеми ругаются. Он смотрит на него и говорит, да, я тоже буду так делать. Ты меня вдохновил. Нет. Это неправильно. И дальше идут три таких вещи, которым, говорится, можно учиться. Следует учиться тому, как усиливать свою любовь к преданным. А как можно учиться тому, что значит учиться усиливать свою любовь к преданным? Тут можно учиться, говорится. Вот предложите какие-то варианты, как можно усилить свою любовь к преданным? Вот как усилить? Вот смотрите, я вот прихожу, а вот чувствую, что-то нету любви к преданным. Вот как сделать, чтобы она появилась? Вот Маттажи Первой, да, вы поняли? Усиливается. Что-то надо сделать для преданных. Ну, что-то хорошее, наверное, да? Но не что-то сделать, да? Что-то сейчас как сделаю. Да, что-то сделать хорошее, полезное, да, послужить вишнам, тогда усилиться. Давайте с другой стороны сейчас подойдем. Как можно разрушить свою любовь к преданным? Это попроще, мне кажется. Попроще. Да? Как разрушить? Разрушить. Вот смотрю, что-то много любви к преданным. Как бы ее уничтожить? Что надо сделать? Недостатков надо искать. Надо искать недостатки. И какие недостатки могут быть? В чем недостатки могут быть? Змеи надо замечать. Вот змеи. Вот смотрю, змеи. Вот он, змея, олицетворенная зависть. Так? И про всех надо говорить это, да? И при нем еще надо говорить. Да ты же змей, ты же тебе правду говорю, понимаешь? Я служу тебе таким образом. А тебе же думаю. Негодяй. Неблагодарный. Он говорит, аааа. Молчи. И тогда любовь к преданным будет уменьшаться. Что еще может помочь уменьшить любовь к преданным? Считать себя выше. Ну, это как бы, ну, выше. Ну, выше. Не сильно еще. Не сильно еще. Надо, чтобы, знаете, так вот по-серьезному уничтожить привязанность к преданным. Предавать преданных. Предавать преданных. Ну-ка, научите меня. Ну-ка, как это сделать? Как это сделать? Объясните мне. Пообещать и не сделать. Вот я вам скажу, лекцию вам расскажу, на субботу, да? И не приеду. Люди собрались, час, два, три, и я просто забыл. Проспал, поел, забыл. Приходите завтра с утра. Это предавать, да? Или человек на тебя надеется, надеется, вот все уже, вот он там, знаете, купил там, вот ждет вас, придете, сделаете свое какое-то служение, а вы раз и не пришли. Или, знаете, а я передумал чего-то. Я что-то передумал. Да? То есть, как разрушить привязанность к предным, перестать практиковать духовную жизнь, и тогда, за что вообще уважать-то предным, за что их любить? Дураки просто. Непонятно, чем занимаются. Еще есть такие сильные вещи, которые помогают. Вы знаете, да вот еще кто-то знает. Еще сильные вещи, да? Отдельными от Бога считать. Отдельными их от Бога. Считать, что они вот с Богом никак не связаны. А за счет чего это произойдет, что я так буду считать? Иллюзия. Иллюзия. Откуда берется иллюзия? От общения с Асад. Асад санга. Это то, что очень сильно помогает перестать любить преданных. Допустим, заходите в интернет, и в интернете вам говорят, в чем же счастье совершенное. И вот вам объясняют, счастье совершенное, там картинки определенные, вот они счастливые люди. И вы им поверили. Потом смотрите на преданных, не похоже. Ни денег, ни положения, ни власти. Подожди, ну там же преданность. Какая преданность? Счастье это вот эти вещи. Все. Асад санга и сразу же преданный в дураков превращается. Теперь, соответственно, как сделать так, чтобы моя привязанность к преданным увеличилась? Общаться. То есть, когда мы считаем Бхагавата, когда мы слушаем духовного учителя, то у нас сразу появляются слушатели. Так это необычные люди. Даже если они пока еще не проявляют качество садху, они все равно садху, так как у них есть преданность Кришне. Совместное преданное служение. Окей, нормально. Если оно как бы позитивное. Страдать преданным и считать их больно. Ну как, как, как это произойдет? Как это произойдет? За счет чего это произойдет? Чтобы это по правде было. Еще помогает, знаете, ваишнавы? Послушать о славе другого ваишнава. Если прям, знаете, вот только видите недостатки в этом человеке, то хорошо подойти к тому, кто видит в нем преданность. Не к тому, кто также видит недостатки, как и вы. Тогда это будет асад санга. А просто спросить, вот ты так вот, ну что хорошего в этом преданном? Вот я хочу видеть. Надо подойти правильно. Можно подойти так, что плохого? Он же негодяй, правильно? Ну да, да. Вот и все рассказать. А можешь так сказать, я хочу видеть в нем преданного. Помоги, а? Я хочу это сделать. А, ну давай. То есть, когда мы прославляем других ваишнавов, когда мы просим, чтобы другие прославляли этих ваишнавов, это помогает нам увидеть в них ценность. Помогает увидеть каких-то ценностей. То есть, вот такие есть вещи. Слушать ваишнавов, практиковать сознание Кришны, общаться с теми, кто ценит ваишнавов. Это сделать так, что мы будем больше ценить. Молиться можно об этом Кришне. У меня, ну вот, был личный опыт, так как Гуру Махараджи постоянно говорит о том, что надо служить ваишнавов, то, ну знаете, как ученик я стал беспокоиться, потому что никакого желания служить ваишнавов как-то не наблюдается. Ну разумом я понимаю, да? Но сильно такого, прямо знаете, сердце стучит, прямо говорит, надо делать вот так вот для ваишнавов, такого нет. Я стал молиться Кришне, стал молиться Кришне, я стал простить Кришну, пожалуйста, объясни мне, помоги мне понять, почему надо служить ваишнавов, почему они ценны. И Кришна стал вмешиваться в мою жизнь и показывать, что преданные, ценны, они важны. Он стал показывать мне эти вещи. И после этого я уже начал говорить, Кришна, так я хочу что-то для этих преданных делать полезное. Я не мог это сразу попросить, не актуально было. Но когда это появилось, я мог уже просить о других вещах. Ловили, да? Теперь еще одна вещь, которой можно учиться. Надо учиться, как доставлять удовольствие преданным. Представляете, этому надо учиться. Вот Матожи предлагает, что надо что-то сделать для преданных. Оказывается, этому надо учиться. То есть, как доставлять им удовольствие. Вот странно, вот как этим преданным доставить удовольствие? Это же целое приключение. От этого зависит от того, что за преданный. Есть разные преданные. И надо, есть целая наука, как разных преданных делать счастливыми. Если вы встречаетесь с Махабхагаватой, неожиданно, то как сделать его счастливым? Слушать и слушаться его. Потому что этот человек, ему больше ничего не надо, кроме как, что вот Кришна был счастлив, только этим и живет. И если вы поможете ему делать Кришну счастливым, да ему больше ничего не надо. Ему больше ничего для себя не надо. Поэтому наших духовных учителя мы просто слушаем и пытаемся делать, как они говорят, от этого они счастливы. Потому что они говорят Бхагаватам. Если мы следуем этому Бхагаватам, то тогда они счастливы, что мы прогрессируем. Если мы встречаем людей, которые тоже садданы занимаются, тоже пытаются служить своему Гуру Деву, то как сделать их, чтобы они были удовлетворены? Помогать служить Гуру Деву. То есть, если это искренний саддака, он хочет следовать наставлениям, и надо как-то так себя вести с ним, чтобы это помогало следовать наставлениям духовного учителя. А если это такой начинающий саддака, начинающий саддак, вот как ему порадовать? Он говорит, знаете, хочу, чтобы вокруг меня люди хороводы водили, и говорили, что я чистый преданный. Вот так вот хочется ему. Но он искренний человек. Вот есть у него такие. Как делать его довольны? Вдохновлять? Вот я и спрашиваю, как его вдохновить, чтобы он был доволен. Водить хороводы вокруг него, да? С ним. С ним вокруг кого? С преданными. Ну-ка. Занимать? А он расстроится, если вы будете занимать. Знаете, вот он пришел, а вы его решили занять. Знаете, он так вот как-то вот так вот пришел, ну вот такой серьезный, преданный. А вы ему говорите, сейчас мы тебя займем. Понял? Он говорит, нет. Сейчас дам в лоб за такие слова. Как надо, чтобы он был доволен? Ну-ка, предложи. Своим примером. Хороший момент. Своим примером. Вдохновлять его, как предаваться Кришне. Еще какие варианты? Раскрыть ему глаза не поможет. Это ты издеваешься сейчас. Раскрыть ему глаза – это будет смерть сразу же. Смерть. Ваша смерть. Терпеть его недостатки. Близко. Это правильно. И еще что? Прасадам кармаха. То есть его надо вдохновлять на служение, учитывая его особенности. То есть, если я знаю, что он любит, что вокруг него хороводы водили, ну надо учитывать эту особенность. И надо говорить, да, ты с прошлой жизни преданный. Я прям вижу, у тебя такая аура потрясающая. Реально, вот в прошлой жизни ты был во Вриндаване Саньяси. Просто чуть-чуть не успел. И в этой жизни вот Матаджи родился. А так Саньяси. Тебе чуть-чуть осталась вот ну просто вот последняя жизнь. И что вы смеетесь? Если вы так не будете вдохновлять друг друга, да? Ну тех, кто только в начале пути. Он будет расстраиваться. Он будет расстраиваться, что его не ценят, не любят, не признают. И он не будет вдохновлен. Хотя вы будете серьезным лицом говорить, надо бхакти заниматься. Понял? Я тебя сейчас займу в служении. Это не будет вдохновлять. Он будет печалиться только. Поэтому те, кто из вас считает себя взрослыми, преданными, надо учитывать нюансы. Те, кто находится в начале. Вот те, у кого из вас дети есть, да? Вот Матаджи у него большой опыт. Что вы этому маленькому ребенку объясняете? Ты не понимаешь, что ли? Надо предаться? Говорит маленький ребенок. Нет, вы понимаете, он сейчас, ну вот он на таком уровне. Но не то, что вы его бросаете, вот все, не хочу с тобой, вот живи сам. Нет, мы учитываем нюансы этого начинающего преданного. Не обязательно, что он должен быть маленьким ребенком, он может быть взрослым, но он начинающий преданный. Поэтому это целое искусство, и не все хотят связываться с этим. Но здесь говорится для взрослых преданных, если вы хотите как-то продвигаться, развиваться в духовной жизни, надо научиться тому, как доставлять удовольствие разным преданным. Кришна, потому что это Кришне нравится. И мы там с этими змеями не можем справиться, но когда Кришна видит, что мы радуем преданных и разбираемся. Потому что, если мы перепутаем, и неофита действительно будет вокруг него хороводы водить, он возомнит себе вообще махаватарой какой-нибудь, то мы не послужили, мы привели его к деградации. Поэтому тут надо разбираться, и если есть такая цель, задача, вот, то Кришна даст разум. И также здесь говорится, надо научиться, как отказываться от объектов чувственного восприятия, бесполезного служения Кришне. Оказывается, это тоже надо учиться. Я-то думал, что тут учиться? Просто берешь и выкидываешь. Но нюансы. Если просто, выкидываешь, то потом будет больно. Я могу с этой болью не справиться. И Бхагаватам 1, 2, 10 учит нас. Камаса-недрия-притила-боджи-вета-ябата-дживаса-таттва-джигаса-нардхоев-чеха-карма-биха. Человеку нужно стремиться к здоровой жизни, к самосохранению. То есть какие-то чувственные, чувственные объекты необходимы. Иначе человек просто не сможет практиковать сознание Кришны. У каждого свое тело, у каждого свой ум, у каждого свой уровень. Поэтому тут надо знать, уметь это делать. Если человек слишком много взял, это будет тормозить, топить его будет. Если слишком много выкинул, то ему тоже будет больно. Поэтому это тоже искусство. Это тоже искусство. И последнее, о чем здесь говорится, нужно учиться. Нужно, кроме того, нужно пытаться воспринимать всю вселенную как инструмент для служения Господу. Это перефраз стиха из 11 песни Бхагавата, где описано положение Махабхагаваты, что он все видит как объекты для служения, инструменты, чтобы служить. То есть то, что нужно занимать в служении. Привязанность к объектам чувств исчезает сама собой, если использовать эти предметы в служении Кришне. То есть этому тоже надо учиться, как занимать предметы в служении Кришне. Это чудо, юг тавараги. Даже если у меня есть какая-то привязанность, но если научиться это занимать, отдавать служение Кришне, то тогда привязанность к этой вещи будет постепенно, постепенно уходить. То есть всему этому надо учиться. Если есть потребность, если хочется очиститься, если хочется эффекта в духовной жизни, то нужно научиться этим вещам. Проводя в свое время в кругу преданных, можно испытать всевозрастающий трансцендентный экстаз, если обсуждать с ними Шримад Бхагаватом и Бхагавадгиту. Поэтому всякий, кто хочет избежать соблазнов Майи в виде чувственных наслаждений, должен постоянно общаться с чистыми преданными, которые слушают исключительно повествования о Господе, славят только Господа и выполняют на земле, только Его миссию. Это конец комментария. Итак, этот комментарий объясняет нам, почему так важно научиться с преданными общаться правильно. И правильно общаться, это означает, что мы вместе с ними не ссоримся и завидуем. Это можно и беспреданных делать. Мы просто вместе читаем Шримад Бхагавату и Бхагавадгиту, где мы вдохновляемся на, мечтаем о служении Кришне и в этом сознании обращаемся к Кришне, воспевая святые имена. И надо учиться, как доставлять удовольствие преданным, как служить преданным, как отказываться от каких-то материальных объектов, как занимать материальные объекты служения. Всему этому надо учиться и тогда человек может получить полное благо от общения с Ваишнавами. И это значит, что он сможет очистить этот самоочищающий процесс. Так он сможет этих змей вытравить из своего сердца и там останется Кришне, а змей не будет.